Спасибо, Кирилл! Вот и пролетел отпуск у хоккеистов! Втягиваются! Наверняка поначалу будет тяжело. До начала августа Алтая чередует и совмещает тренировки на льду и, как говорят профессионалы, на земле. Пока же в обойме 27 игроков. Железный это вратари Александр Власов и Илья Кривич. Обещают, что будут новички. Будем посмотреть. Планируют задействовать лед современный Карандин Арены, что на Жасминой 3. Тот дворец, что спорта, который имени Титова. Краевая прокуратура требует закрыть из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. Уже на середину августа Алтай запланировал контрольные встречи. Хотят сыграть в Красноярске с целым рядом соперников. Определяются и соперники футбольного барнаульского «Динамо». По информации, которые поступают из Москвы, зону «Восток», где играют сине-белые, все-таки хотят подравить на две. Правда, при этом лиги «Дальний Восток» скорее всего не будет. Там просто не набирается команд, готовых играть во втором дивизионе. В результате смена из Комсомольска на Амуре с большой долей вероятности откажется от выступления. Зато «Сахалин» нет. Островитяне согласны играть даже в зоне «Сибирь». При этом матчи проведут в Томске. Остальной список участников на ваших экранах. Это все пока со словом «предварительно». Предварительный план и предварительный список участников. Ждать осталось совсем недолго. Турнир должен взять старт в начале августа. Для волейболистов университета сезон начнется чуть позже, 17 сентября. В этот день команда Ивана Воронкова начнут битвы за трофей под названием «Кубок России». Соперниками станут представители «Новосибирского локомотива», «Питерского зенита», «Газпрома», «Югры» и «Сургута», «Нижневардовского», «Саматулора» и «Тюмени». На этом у меня все. Эти две с половиной минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. Желаю вам эффективных достижений целей. Твори, люби, благодари. Эстафетную палочку передаю вновь в студию. Твори, люби, благодари.